Друзья, друзья! Мы посмотрим, что будет дальше, а ты всего лишь садись, или лежи, или стой, наслаждайся, смотри. Всем приятного просмотра! Полный вперёд! Так, нам надо... идти... в ресторан, по-моему, у Александра, да? Здоровчик! Добрый вечер, месье. Добро пожаловать, что месье угодно. Мне рекомендовали ваше заведение за его исключительный эффект. Могу я заказать столик у фонтана, если можно? Мне очень жаль, Люсия, но на сегодняшний вечер все столики уже заказаны. Если вы захотите прийти завтра, то мы откроемся только в 7. Начало следующей недели идеальный вариант. Все дело в том, что наше фирменное средневековое блюдо пользуется сейчас большой популярностью. Сегодня, например, мы предлагаем мясо дикого капана в ничменном пиве а-ля Лютеция. Если вы хотите увидеть мистер Макферсон, значит, у вас есть новости? Ну, окей. Действительно, мисс Блейк кое-что произошло, и это кое-что требует объяснений с вашей стороны. Я вас не понимаю, мистер Макферсон. Что вы хотите сказать? То, что я узнал, явно противоречит вашему рассказу об Уайде. Кто они называют, мисс Блейк? Руби Уайд была моей младшей сестрой, а Риджес Уайд ее мужа. Я вам это уже говорила, мистер Макферсон. Во всей этой истории есть небольшая деталь, о которой вы умолчали. Название «Голова Бафомерка». Вам о чем-нибудь говорить, мисс Блейк? Не понимаю, о чем вы, мистер Макферсон? Я непременно должна это знать. Я не люблю, когда меня держат за идиотами, мисс Блейк. Хорошо, допустим. Я не была с вами полностью от Грэго. Что вы хотите сказать? Кто, по-вашему, убил Уайд? Уайд были преступниками, мистер Макферсон. Они сбились с пути. Теперь они мертвы. Не считая их собственной неосмотрительности, за этим может стоять только тот человек, с которого все началось. Грэгоар Дальпен. Вы думаете, убийца нанесет еще один удар? Ради своих целей он пойдет на все, мистер Макферсон. Все, кому случилось встать у него на пути, в опасности. Это сумасшедший. Поймите, вы единственный, кто может его остановить. Мы должны покончить с этим безумием. Необходимо отыскать эту вещь прежде, чем другие головы покатятся с плечами. Значит, никаких Руби и Риджу свой не было. По крайней мере, это были совсем другие люди. Кто они на самом деле? У меня нет сестры Днестра Макферсона. Руби Уайт на самом деле звали Фей Джонсон. А он был ее настоящим мужем. Его звали Джером Джонсон. Я их наняла. Ужасная машина, с вами страна. Но я не в ответе за них след. Что они делали в Париже? Мне нужна правда, мисс Блейк. Они должны были вернуть украденную вещь. Все было спланировано до мельчайших подробностей. Они потерпели неудачу. Их смерть — прискорбное происшествие. Так вы признаете существование этого человека? Григуара Тальпен. Кто он в действительности? Больной человек, одержимый жаждой обладания якобы ценной реликвией, головой Бафомета. Украв ее, он разрушил мою жизнь, мистер Макферсон. Тальпен довел моего мужа до смерти. Уничтожил мою семью. Зачем так много больших имен? Они были мошенниками-профессионалами, мистер Макферсон. Занят номер Ворфея, они превратились в Читу Уайтов, богатую пару на отдыхе. Это был также условный знак. Дело выгорело. Я должна была забрать товар. К несчастью, к тому времени, мне не любили. В ходе расследования я узнал о предмете, которым многие хотели бы обладать. О голове Бафомета. Это вам о чем-нибудь говорит? Этот предмет принадлежал многим поколениям семьи моего мужа, мистер Макферсон. Я не солгала вам. Григуар Тальпен украл его у нас. Мой супруг уже ослаблен болезнью, из-за этого умер от боли. И теперь я хочу вернуть то, что принадлежит мне по праву. И отомстить за человека, которого я любила. В чем значимость этой головы Бафомета? Почему Дальпен так жаждет ее заполучить? Я не суждаю. Мой муж тщательно скрывал ценность головы Бафомета. Я же хочу только вернуть то, что мне принадлежит. Но Дальпен и его люди почитают эту вещь как святыни. Окружают разными легендами. Легендами о бессмертии. На закате жизни такие легенды внезапно становятся источником надежды. Источником жизни и смерти. Отправляйтесь в полицию и расскажите им то же, что и мне сейчас. Комиссар Либрен наверняка вас поймет и с готовностью вам поможет. Я уверен. Вы до сих пор не помнят. Полиция хочет остаться в стороне. Вся парижская полиция у Дальпена в кармане, мистер Макнерсон. Он играет Парижем как марионеткой. Ваша история весьма трагична, мистер Макнерсон. Но почему вы не рассказали мне все с самого начала? Я осталась в Париже одна. Лицом к лицу с опаснейшим врагом. Нужно было действовать быстро и осторожно. Если бы вы отказались, мистер Макнерсон, у меня бы больше никого. Я не хотела повести себя вещественно по отношению к вам. Я уже согласился работать. Я пойду до конца. Придите, мстанавшерс. Мы ведь можем договориться. Спасибо. Так. Подожди-ка. Чего? Так, стоп, а нам сюда нужно? Let's see, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Заметьте, мадам, то, что вы мне рассказываете, ничуть не более правдоподобно. В любом случае, он не в состоянии выдумать такую историю. При встрече с опасностью в вашем друге возобладал страх, и он сбежал. Чтобы спасти свою гордость, ему пришлось выдумать ужасного монстра. Так. При встрече с этим злом я не стану так себя вести. Я контролирую свое воображение. Берегитесь, месье Макферсон. Реальное зло будет хуже самых жутких кошмаров. С арестом Элоэна дело принимает новые обороны. И теперь я один могу спасти его от гильотина. Теперь я обязан разрешить не одну заманку, а две. Настало время определить, кто заслуживает вашего доверия, месье Макферсон. Я не меньше вас хочу, чтобы этот кошмар кончился. Адам Лорс, вы должны знать доктора Кауфнера. Он психоаналитик. Насколько я знаю, вы даже одна из его пациентов. Доктор Франк Кауфнер, вас интересует психоанализ или вы спрашиваете об этом в связи с делом Хуарта? Он также весьма влиятельный член так называемого Великого Ордена Розы и Креста. Вы знали его? Я вижу, вы хорошо его знаете. А где я могу его увидеть? Может быть, он вас навестит? В своем кабинете, либо прямо в штаб-квартире братства. Я полагаю, вы знаете, где это. Одни разговоры нас ни к чему не приведут, мадам Лорсов. Я должен действовать. Если мне понадобится ваш сновер, я знаю, где вас искать. Наши пути еще пересекутся. Я уверена. Приходите позже. Мне нужен отдых. Так. Хорошо, это понятно. Так, стопэ. Ключ торчит с замке с той стороны. Если я смогу подтолкнуть его, то может получится достать его отсюда и открыть дверь. Ха. Интересно. Это бумажник. А при чем тут бумажник? Куда мне делись отмышки, ё-ба-ёк? Чего? Подожди-ка. Вы ж не хотите сказать, что каждый раз надо будет забирать что-то? Так, подожди-ка. Так. Не, ну в принципе было бы реалистично, если бы... Чего? Чего? Серьезно? А куда у меня делись тогда? Эти... Отмычки. Не понял, ни хрена. Не понял, ни хрена. А потом возникаешь без предупреждений. За этим что-то кроется. Перенис. Ах ты, моя маленькая фень. После всего, что мы пережили, я знаю, ты всегда будешь меня ждать. Ты единственный человек во всем Париже, кому я могу доверять. Я вижу, парижский воздух тебя вдохновляет. Нет, серьёзно, ты правда единственная, кому я могу верить. У меня есть пара вопросов, которые ждут твоего ответа. Мак, ты же знаешь, я не могу тебе отказать. Спрашивай. Я найду тебе ответ. Хм. Денис, всё, о чём я прошу тебя, будь осторожен. Это дело очень запутанное и намного опаснее, чем кажется. Я убегаю. До скорого. Чао, Мак. И будь осторожен. Мак, я начинаю думать, что ты не можешь без меня обойтись. Я ничего у тебя не забыла? Сама. Берегись. Помнишь тот вечер, перед тем, как ты очутилась у меня? У меня были кое-какие проблемы. Парень, который сбежал от меня. Так вот, я его нашёл. Но мне нужно знать, видела ли ты его здесь раньше? Элуэн. Жак Элуэн. Да, но мне кажется, что это он. Он подкатывал ко мне со всякими вопросами несколько дней назад. Я не знаю. Бэби, мимо твоего чудного взора не проскочил бы красивый незнакомец. Особенно американец. Ты видела в Аламбике парня по имени Пол Итана? Забавно. Пару дней назад меня об этом уже спрашивал один частный сыщик. Красавчик такой, с красивыми усами. Конечно, я помню Итана. Месяц назад, я помню, он частенько болтался в Аламбике. А Пола Итана ты виделась? Не делай ведь, что ревнуешь, маг. Единственные ямки в моём сердце. Итана я здесь больше не видел. И про Альбера ничего не знаю. Думаю, Пол провернул своё дело в веках и укатил на Барнау. А Белло здесь? Может, он заметил что-нибудь такое, что ты пропустила, Бэби? Красивые высокие молодые американцы иногда так затуманивают взор. Альбера нет на гости. Я должна была встретить его утром, но он сегодня так и не приходит. Знаешь, Марк, Альбер не изменился. Всё те же причуды. Если увижу, скажу, что ты его ищешь. Сни. Беренис, главное, чтобы ты мне рассказала всё-всё, что ты знаешь про Итана. И имей в виду, всё, что он говорил, может оказаться ложью. Думаю, имя у него тоже не настоящее. Он был не слишком разговорчик, наш Пол. К тому же он не очень хорошо говорил по-французски. Я только поняла, что он в Париже с сестрой, но я её ни разу не видела. Он намекнул пару раз, что у них наклёвывалось склонное дело. Куча денег, а работ всего ничего. Знаешь, Марк, я вот тут подумала, жуликоватый он какой-то, этот Пол Итан. Ага. Беренис, я должен тебя предупредить. Этот Пол Итан влип в одно грязное дело. Надеюсь, что Гюло не слишком ему доверял. Пол и старик Гюло? Конечно, они знают друг друга. Они даже очень подружились. Хм. Беренис, всё, о чём я прошу тебя, будь осторожным. Это дело очень запутанное. И намного опаснее, чем кажется. Я убегаю. До скорого. Чао, Марк. И будь осторожным. Так. Ага. Это что? Фонарик? 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 Фонарик, да? Заперто на два оборота. Нет, здесь без ключа делать нечего. Так. Ага. Опа-на! Карандашом, наверное, можно протолкнуть. Второй вариант. А ну, прокатит? Где там карандаш? Огонь и ключ. Отлично. Так. Поехали. Продолжение следует. Ё-моё, и тут? Отручальное кольцо, как романтично. Изнутри надпись «Моей Фэйс-любовью». Интересно, кто такая Фэй? Так... На Ване вроде бы ничего, да? Так... ... Тихо. Тут что-то валяется. Чего? Вот тебя. Запах как у эфира, только сильнее. Голова кружится. Хм. Так. Все здесь. Так. Хорошо. Томбачки у нас тут. Побежди-ка Так, подожди-ка Ага Похоже на черную краску для волос Ага Про краску ты прям точно-точно сказал Так, подожди-ка Подожди-ка Ключ какой-то Так Номер напротив Дверь, конечно, заперта И вряд ли администратор откроет ее по моей просьбе Нужно найти способ туда попасть Айди-ка Нет, не тот глядь, да? Нет, не тот глядь Аплодисменты. Привет еще раз. Приходите больше. Мне нужен порт. Ладно. Будем знать. Так. Так, а что тут делать? Нет, это не та штука-дрюка. Так. Что? Так, подожди, как? Шикарно Чего? Тут иногда тупо щёлкать, иногда думаешь, что это не оно, а иногда просто не замечаешь, как идиот. Так, это не оно, что такое? Не понял юмора. Ура. 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 И... Чё-то я нифига не вдупляю, а где шкатулка? В шкаф. 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 Чё за прикол? В шкаф. 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 Продолжение следует... 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 Так. Ок, можно сохраниться. Так, подожди-ка, она чего... А, вот так сделалась. Короче, по-разному сделалась, да? Угу. Так. Так. Если я могу чем-нибудь помочь вам, Сье... Да, я... Мы не принимаем посетителей, Мсье. Не могли бы вы уйти? Вы ошибаетесь. Я не просто посетитель. Я ищу знаний. Тайного знания. Меня интересует оккультизм. Мы не принимаем посетителей, Мсье. Не могли бы вы уйти? Что? Угу. Угу. В вашей закрытой библиотеке есть книги по магии и габалене. О книге о гадании, таро, погибших в цивилизации, гипербореи, Атлантидеи, святом Граале, об алхимии. Мсье, вам не следует шутить с такой вещью, как тайное искусство. Алхимия, великое делание – это весьма серьезно. Алхимия, магия тамплиеров, которая привела их к гибели. У вас очень богатое воображение, Мсье. Тамплиеры, по свидетельствам всех историков, были рыцарями, посвятившими свою жизнь служению Господу. Они не имели ничего общего ни с магией, черной или белой, ни с алхимией. А причиной падения ордена была зависть короля, который, ввиду своего бедственного положения, не мог спокойно смотреть на процветание тамплиеров. Мсье, не следует верить всему, что вам говорят. Мсье, вы даже не подозреваете о каких-то ситуациях? Мсье, вы даже не подозреваете о каких-то ситуациях. Но как насчет их таинственного сокровища – головы Бафомета? Голова Бафомета? Мсье, вы даже не подозреваете о каких силах идет речь. Вам следовало бы держаться от всего этого подальше. Ваши плохо скрытые угрозы меня не смутят, Мсье. Многие в Париже готовы пойти на убийство ради этого предмета. Неважно, есть она на самом деле или нет. Невинные люди не должны погибать. Я сделаю для этого все, что в моих силах. Я не собираюсь проливать слезы по этим несчастным. Вот что случается, Мсье, когда кто-нибудь сует нос не в свои дела. Вы, по-моему, слишком много знаете. Полегче с угрозой. Я здесь не за тем, чтобы вас беспокоить. У меня уже есть подозреваемые. Но ваших рассказов вполне достаточно, чтобы вас обвинили, как сообщников. В худшем случае, вам грозит психушка. Что, по-вашему, будет делать полиция? Что она может сделать? Вы представляете, сколько им придется прождать времени, пока оформят ордер? Бросьте все это, Мсье. Иначе вам плохо придется. Я уже говорил вам несколько раз, Мсье. Вы не получите здесь ответов на свои вопросы. Как привратник, я лично несу ответственность за порядок на территории братства. Так. Понятно. Так. Так. Перелез нам больше ничего не скажет. Ма, я начинаю думать, что ты не можешь без меня обойтись. Я ничего у тебя не забыла. Ага. Вой, сделай мне небольшое ножи. Я должен втереться в братство и мне нужно подшиво рекомендательное письмо. Ты можешь его изготовить по этому письму. Нет проблем. Зайди чуть попозже, письмо будет готово. Ага. Вот значит, как. Рекомендательное письмо нужно. Так, теперь кабинет Гауфнера. Нужно пройти эти коридоры. Если меня вдруг задержат, у меня нет никакого желания оказаться в камере. Теперь лишь бы не потеряться. Так. Так. У левых. Угу. 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 Теперь открываем путь этот. Угу. Угу. Угу... Сюда, что ли? Опана Ага Опля Опля Подожди-ка Хо-хо-хо, а какой рычаг тогда двигать? Вот этот, что ли? Нет, нифига Опа Опа Наконец-то Че, его там убили, что ли, этого профессора? Яйцо Опа Опа Так, подожди-ка Изваза на столике? Опа 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приходите позже. Мне нужен отдых. Блин, до сих пор. А, подожди, граммофон. Опля. Подожди, а как его включить? Осознавал ли я тогда, какую роль этот человек сыграет в моей жизни? Понимал ли, как знакомство с ним повлияет на мою карьеру, подразится на моей судьбе? Долгие века его душа меняла тело за телом. Цикл Феникса. Да, он и есть тот самый Феникс, что восстает из пепла. Дальпен открыл мне тайну своего богатства и власти. Ключ ко всему – голова Бафомета. Мне хорошо известна эта легенда. В библиотеке братства множество книг, упоминающих о ней. Дальпен утверждает, что голова Бафомета принадлежит ему со времен Средневековья. Он добыл голову где-то на Среднем Востоке по поручению тамплиеров и сохранил ее после падения Ордена Храма. Они усмелились назвать мой манифест наукообразным бредом? Ха-ха-ха! Считают себя знатоками психоанализа. Проклятая Вена! Я докажу им, что я прав. Я докажу, что Грегор Дальпен бессмертен. Медлен, но верно я обретал над ним власть. С помощью гипноза смог внушить ему свою волю, воспользовавшись его амбициями. Я стану его преемником на посту главы Братства. Его богатство и власть, и голова Бафомета – все будет моим. Мое время пришло. Сегодня вечером Дальпен ждет меня у себя в особняке. Грейси Икон, его Аделина тоже будет там. Сегодня я стану всемогущим. И ни венские глупцы, ни Дальпен не смогут меня остановить. Старый дурак всерьез поверил, что я готов принять его душу. Его богатство и власть – вот это уже ближе к истине. Тогда уж Вена заплатит за свое высокомерие. Да. Все как обычно. Все хотят большего. Большего, большего, большего. Так. Забираем рекомендательное письмо. Отберенись. Мак, я начинаю думать, что ты не можешь без меня обойтись. Я ничего у тебя не забыла? Так. Так. Бэбби, мне нужно рекомендательное письмо. Оно готово? Держи. Вот так. Отлично. Я уже говорил вам несколько раз, мсье. Вы не получите здесь ответов на свои вопросы. Как привратник, я лично несу ответственность за порядок на территории братства. Так. Подожди. Подожди. Как привратник, я лично несу ответственность за порядок на территории братства. Так. Ладно. Ох, сколько тут этих. Так-с. Странновато для парадного входа. Мощнейший замок. Такого я еще не видел. Камни, 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 камни. Так. Налейте чертовы камни. Хм. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, это я хоть правильно... ...загрёл-то... ...и как... ...тут реально заплутать можно... ...так... ...витражи... ...витражи... ...витражи эти дают... ...витражи... 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 ...что это такое... ...коробка спичек? ...витражи... ...подожди... ...это не то... ...там аж лист бумаги был... ...подожди-ка... ...лист бумаги... ...лана... ...лаадно... ...так хорошо, что еще... ...юх... ух 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 такс чего? подожди.. Браво, помните? Подожди-ка. На полке. Подожди, на полке. На полке, на полке, на полке. И прав за кольцо, так. Так. Хи-хи-хи-хи. Так. Четыре, два и два. Правильно. Ммм, вопрос. А-а-а. Четырнадцатого января. Подожди. А-а-а. Год, месяц и день. Так. Тысяча сто двадцать восемь. Тысяча. Стоп. Тысяча сто двадцать восемь. Января. Тысяча сто двадцать восемь. Январь. Январь. Так. Подожди. Месяц и год. Месяц. На первую, что ли? Четырнадцатый. Четырнадцатый. Январь. Тысяча сто двадцать восьмого года. Январь. 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 Отлично, теперь 24 305. А, 305. Так, 1305, 24 июня, по-моему, шестой месяц, какое там число, 24, 1305. Так, а потом 18 марта, 1314 год. Так, какой там 1314? Так, 1314, 18 марта. Третий месяц. Так, 18 число. Это было всё на этих витражах. 18 марта, 1314 год. Третий месяц. Третий месяц. Третий месяц. 19 марта. 10 марта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующая комната Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Блин, натуря, а как тридцать четыре получить? Тридцать четыре Десять Двадцать пять Пять Пять-то здесь проста дают Один А, чё я туплю? Фу Так же можно единицу четыре раза, блин Вот я тупой Сколько там? Двадцать пять Потом Пятёрку Это уже тридцать Раз Два Три И четыре Так Сто семьдесят пять Зелёного вещества Так 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 Это уже сейчас сотка будет Сотка Сто пятьдесят Сто пятьдесят Сто пятьдесят И двадцать пять походу это будет Сто шестьдесят Да Так Так И Шестьдесят пять Красного вещества Так это сколько? Пятьдесят Надо брать? Нет Подожди Пятьдесят Где? Пятьдесят Так И двадцать пять, да? Нет Стоп Пятнадцать 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 Не двадцать, а пятнадцать Так Это значит Раз И пятерочку Подожди Где пятерочка была? Подожди Где у нас там спички были? Глянь, я спички. Чего? В смысле? В смысле не получилось. Чего за хрень? В смысле? В смысле? В смысле? Реально не получилось? Подожди-ка. 15 единиц черного вещества. Подожди. Э. Или... Или получилось? С лиловым газом? А, не, получилось. Блин, чё так... Блин, чё так... Очередная головоломка. Ну да, очередная головоломка. Так, подожди-ка. Осматриваем труп. Так, подожди-ка. А, как труп-то осмотреть? Алло, как труп-ак осмотреть? Блин, как. Ага. Так, а как его сфоткать? Подожди-ка. Тайопар СТ. Да какой фонарик? Окей. Допустим, мы его сфоткали. А где там вход-выход? Затеряюсь в этих местах. Телефольцу. Как это должно работать? Вопрос. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Так, поехали дальше Ага Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Наконец, голова Бафомета Раскрыла мне все свои тайны Победа! Я бы кричал со всех крыш Об этом божественном чуде Если бы не все эти неверующие И не их костер Я в новом теле Молодом и сильном И на то была воля Божья Как иначе могу я объяснить Явление Аделины У моей постели? Благословен и проклят Господь даровал мне новое тело Но Аделина Ангел мой Заботившийся об этом теле Отныне для меня запретно Выходит так, что она Дочь идиота Пьера А значит, теперь Моя собственная дочь Я устал от такого существования Чего ради жить целые столетия Если мне никогда больше не увидеть Улыбки моей милой Аделины Аделина Ты, кого я не смею любить Неужели я больше никогда не увижу Твое прекрасное лицо Я с радостью отдал бы эти века одиночества Чтобы увидеть твое лицо Твои глаза Она вернулась Она вновь пришла в этот мир И так близко от меня Она была сегодня у Калфна Это точно была она Наш замечательный доктор мне подтвердил Это она И на этот раз Она будет моей До конца моих дней Да, мисс Блейд Кажется, вы не все мне рассказали Ну вот Этого еще не хватало Софию Блейк похитили И похититель выдает себя за Дальпен И, разумеется, хочет взамен город Как будто я знаю, где она Да Интересный поворот Такс Сохранимся Так, мы сохранились Вроде да Так Ну че, хрен Сейчас придет твое время Где там эта ловушка Ай, ё-моё Пока пролистаешь Твою же мать Но что же вы натворили? Ладно Больше не будет путаться Под ногами Хм Зал справа Ого И че тут делать? Что за книжечка? Полки Полочки Так А какие полки? Ага Книги на древнегреческом На латыни И прочих языках На которых больше никто не говорил Включай меня Книги на древнегреческом На латыни И прочих языках На которых больше никто не говорил Включай меня Так, подожди-ка А, вот это Так, подожди на древнегреческом Так, подожди на древнегреческом Понятно Так, подожди на древнегреческом Так Это куда нам топать получается? Что там было? Подожди, мне показалось. Ага. Макферсон. Ты чё такая недовольная? Мать. Так. Макферсон. Макферсон. Случилось нечто ужасное. Гюло? Гюло мертвый. Его убили. Беренис, мы должны распутать это дело, пока не погибли другие. Ты знаешь, кто ведёт расследование? Комиссар Лембрен всегда чист, безупречный буржуа. И они думают, мы поверим в тот спектакль, который они разыгрывают. На самом деле, Мак, им не с чем двигаться дальше. Гюло, ты, я и Луэн. Им на нас наплевать. Нам придётся выкутываться самим. Синь. Господи, Беренис. Почему? Почему, Гюло? Когда это случилось? А ты-то как, Бэйби? Ты в порядке? Полиция нашла тело на рассвете. Но он мог погибнуть и за два дня до этого. Я ничего, ничего не знаю. Беренис. Гюло мёртвый. Теперь мы должны быть предельно осторожны. Тебя известила полиция? Они кого-нибудь подозревают? Элуэн ведь уже под арестом. Полицейские? Они все одинаковые. Расследование идёт своим ходом, мадемуазель. Чёрта с два. Всё, что я знаю, я знаю благодаря моим связям. Синь. О, жарство. Гюло не должен был умирать. Он не мог умереть. Он последний видел Уайтов живыми. Полиция. Они сказали тебе, как это произошло? Как я объясню тебе? Это так ужасно, как его голова. Голова была отрезана, а тело подвешено к машине. Голова лежала на капоте, как фигура на носу корабля. Хуже всего, во рту, во рту у него полиция нашла монету. Гюло мёрт. Умерла душа Алантика. Мы все потеряли большого друга Беренис. Выше голого мобиль. Ты не можешь так просто сдаться. Остаётся ещё Алантика. Гюло начинал с нуля. Он работал на строительстве метро перед тем, как стал покровителем искусств. В общем, большим человеком. Да, это правда. Большой покровитель художников, меценат для нас с тобой и для остальных. Это он взял меня под крыло, когда я только приехал в Париж. Великодушный человек, хоть он никогда и не выставлял мои работы. Гюло всегда находил решение. Он говорил, у каждого человека есть, по крайней мере, одно ценное качество. Некоторым он помогал выставляться, но были и другие. За ним был настоящий муравейник. Художник, скульптор, писатель, мыслитель. В любом случае, маг. В Париже никто ни черта не знает об искусстве. Но каждый хочет иметь его у себя дома и занимал им деньги. Синь. Ну, Беренис, эти маленькие услуги могли подчас поставить нас в незаконье. Все знали, что Гюло скупал краденое. Гюло считал себя Ровен Гудом его искусством. Он вытягивал из богатых деньги на искусство бедных. Может, он искупал краденое, но у него были свои идеи. Угу. Беренис, от таких отношений могут быть одни неприятности. Не со скопщиками, так с полицией. Конечно, маг. Я работала на бюро. Нужно ведь на что-то жить. Одной скульптурой сыпь не будет. Музыка Говоришь, тебе уже приходилось копировать предметы искусства для Гюло? Он тебе поручал что-нибудь в последние дни? Довольно странным образом, да. В тот день, когда ты приходил в Алампик, я передала ему копию одного совершенно чудовищного бюста. Боже мой, перенес! Бюст, тот, который ты сделала для Гюло, он был похож на то, что здесь нарисовано. Точно такой же. Гюло попросил меня сделать копию. Я отдала ему ее в тот вечер, когда ты пришел. Мне страшно, Мак. Что происходит? Это ужасно. Я должен найти эту голову, иначе погибнут другие люди. Даже твоя жизнь в опасности, перенес. Убийцу нужна эта голова. Ты понимаешь? Мне нужно знать, как эта проклятая вещь попала к Гюло. Я ничего не знаю о том, откуда у Гюло эта голова. Я сделала копию. Вот и все. Я разделяю твою боль, перенес. Каждый, кто придет в Алампик, будет скорбеть. Это место станет памятником Вольвера. Все, что здесь есть, напоминает о нем. Сколько смогу дать. Мак, ты знаешь, как Гюло любил своих друзей? У каждого был свой шанс. А в пик был его же нечужим. Возьми хоть эту фреску. Сколько художников ее писали? Гюло просил их написать совсем немного. Иногда только один мазок. Годы спустя она стала его сокровищем. Это полотно и в премиск. Он тебе говорил, что на нем изображено? По ночам он мог часами любоваться этой фреской. Правда, Мак? В ней хранились тайны его души. Я еще не уверен, что понял весь размах этого дела. Но одно я знаю точно. Ты в опасности берегись. Будь осторожен. А я сделаю все, чтобы остановить эти преступления. Все. Найди мне убийцу, Мак. Я сама справлюсь. Так. Ага. 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 Какие же секреты ты прятал у всех на лету, герло? О, подожди-ка. Я хочу скрин сделать этого места. Мне кажется. Чеhus. Продолжение следует... 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 Так. Ну, закрыто, естественно. Так, где там у нас фонарь был? Так. Ё-моё. Что это такое? Так, голова. Так. 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 Интересно. Угу. Отлично. Теперь можно возвращаться назад, да? Угу. Окей. Так. Ага. Мы типа, типа, в комиссариате, да? Так. Ну попробуем. А вам лучше поговорить сразу с комиссаром Левреном. Я вам сейчас открою. Я не хочу в это вмешиваться. Это ж спасибо. Это не про меня. Слишком все сложно. Окей. Так. О, месье Макферсон, я как раз вспоминал о вас. Очень рад. Ну и кто же ваши очередные злодеи? Угу. 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 Мы заблуждаемся с самого начала, комиссар. Уайты никогда не были Уайтами. Уайты на самом деле были не Уайты? Что вы несете, Макферсон? Мы прошлили Макферсон. Сrei. О, месье Макферсон. Не знаю!!!! Под каким именем, спросите вы? Джонс и Песар. Хорошо, допустим, они использовали вымышленные имена. Вы можете объяснить, зачем? Ага. Письмо. Вот письмо. Письмо за подписью Софии Блейк подтверждает, что их наняли для совершения кражи. Письмо адресовано Фей и Джерому Джонсону, комиссар. Ворова, говорите. И что же они украли? В их номере ничего не было обнаружено. Более того, никто не обращался в полицию. Что вы на это скажете? Ага. 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 Существует... Дальпен. Дальпен мертв. Судя по всему, мертв уже более недели. Что вы мне тут рассказываете? Случись что-нибудь с миски Дальпеном, и головы полетят с плеч, я вас уверяю. Кажется, Дальпен умер с вами смертью. Ничего общего с прочими убийствами. Вот, взгляните сами. У меня есть фотография. Даже если смерть месье Дальпена вызвана естественными причинами, это вовсе не доказывает невиновность Луэна Марфанзора. Скорее, наоборот. Субтитры сделал DimaTorzok Дальпен мертв уже больше недели. Значит, он не мог нанять Луэна. Вы понимаете, Крисан? Луэн в нами кто-то другой. Я полагаю, вы собираетесь сообщить мне, кто эта загадочная личность месье Дальпена вызвала? Ваше обвинение в убийстве против Луэна рассыпается в конца этой грани. Убит другой человек, Альберт Гюлло. Его убили тем же способом, что и Луайтов, и Малле. Другими словами, его сообщик все еще бродит на свободе. Ну-ка, леса. Луэна и Гюлло никогда не встречались. У него не было никакого мотива для убийства. Луэн совершенно не знал Уайта, но тем не менее они стали его жертвами. Альберт Гюлло, скорее всего, тоже был для него опасным свидетелем. Одна золотая, одна медная. Одна из дома Дальпена, другая из дома Каусла. Две старинные монеты. Вот доказательство причастности этих двоих людей к убийству. Никому не запрещено коллекционировать старинные монеты. В любом случае, какое отношение к всему этому имеет доктор Каус? Это странно, но это так. Дальпен, по-видимому, предпочел уладить дело с максимальной осторожностью. Спросите Луэна. Это он вел расследование. Я должен справиться об этом у самого господина Дальпена. Большего я вам сказать не могу. На, господи. Большого я вам расскажу. Это уж слишком. Вы никогда не признаете очевидное. Вы не хуже меня знаете, что подобные монеты были найдены у всех жертв. Откуда вы узнали о монетах? Что тут скажешь? Просто люди мне верят? Ваш офицер не смог устоять перед моим обаянием. Он подкинул мне пару ценных сведений. Ну, ПВ у меня получит. Оставьте мне эти монеты. Это вещественное доказательство. И речи быть не может. Вы сами сказали, это вещественное доказательство. Я дождусь, пока будут выдвинуты настоящие обвинения. Как скажете, месье Макферсон, как скажете. У вас недостаточно улик против Алоэна, комиссара. Не имея и других доказательств, вам придется его отпустить, сняв все подозрения. Теперь у меня есть несколько надежных свидетелей. И кроме того, портрет подозреваем. Большое вам спасибо. Зачем ему было убивать Мале? Он знал, что их видели вместе в кафе. Элуэн не так глуп. Мале мог указать на причастность Алоэна к убийству. Опаснейший свидетель. Если бы вы не взяли Алоэна, прочие свидетели разделили бы мучесть Мале. На его месте могли оказаться и вымеси Макферсон. Я продолжаю сомневаться в его виновности. Судить Алоэна будете не вы, месье Макферсон. Но если вы считаете, что сможете доказать его невиновность, вперед. Я не устаю, господин Камесар. Совсем наоборот. Я приду, когда у меня появятся новости. Отлично, Марфус. Приходите в любое время, вы знаете, где меня найти. Что за приколы? Продолжение следует... Продолжение следует... Суместный пузырек с лиловым газом. Что за фигня? Гоните, что ли? О, месье Макферсон, я как раз вспоминал о вас. Очень рад. Ну и кто же ваши очередные злодеи? Я не устаю, господин Камесар. Совсем наоборот. Я приду, когда у меня появятся новости. Блин, ну что за капец. Суместный пузырек. Топ-дох. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok А вы знаете, месье Макферсон, что в Таро повешенного не предают смерти, а скорее сталкивают с его судьбой. В конце пути он может пересмотреть свою жизнь. Иногда человек проигрывает в памяти прошлое событие и обнаруживает, что был обман, предан. Макферсон, помогите же Густав, не давайте ему. Он безумец. Этот болезненный удар, этот миг, когда наши убеждения, верования, наши пристрастия разбиваются в дребезги, когда мы понимаем, что все было ложью и обманом. Макферсон, помогите мне спуститься. Он убьет меня. Он убьет и вас. Как убил всех остальных. Кауфнер убил их всех. Он их всех. Под суд. Пусть судят всех, кто меня обманул, предал, ограбил. Как вы, Блейд. Как она обманула и предала. И вас тоже, Макферсон. Афамед мой. Веками он принадлежал мне. В нем мое бессмертие. Горните мне голову, Макферсон. Или она услышит свой приговор перед судом божьим. Понятно. Дальпен, вы стали преступником. А ведь у вас была возможность наслаждаться покоем вечно. Их смерть лишь расплата за предательство. Неужели вы не поняли, что ничто из этого не уменьшит ваше страдание, ваше горе, а ваша Аделина? Память об Аделине отныне стала сильнее, чем когда-либо прежней. Ее память. Все, что осталось от ее памяти, я держу в руках. Этот вульгарный идол. Единственная связь с вашим прошлым. Ваше единственное сокровище, Дальпен. Погибнет он, погибнете и вы. Смерть! Эй! А как же я? Нет, я пришлю вам счет в ближайшее время. Полиция явится с минуты на минуту. Что случилось с Кауфером? Что ты об этом думаешь? Полиция повязала его, и теперь он сидит за решеткой. Все же странно. Да, чего только люди не сделают ради власти. Да, есть люди, готовые на все ради власти и денег. Но не мы. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Вот в общем победили мы главного злодея, была вот такая в принципе игра по сморту, есть еще другая концовка, но почему-то у меня не было достаточно улик, это очень конечно странно, но по крайней мере мы победили злодея, вот, так что надеюсь вам игрушка понравилась, мы постарались ее пройти за... Короткое время, вот, так что всем спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии, так что не прощаемся, будем проходить еще что-то интересное, ну а с вами был Казуков Фэмили, всем до новых встреч, всем всего хорошего, всем спасибо за внимание, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok